И таким образом, мужчинам надо сохранять спокойствие. Женщинам надо святость сохранять, а мужчинам спокойствие. Жди, когда наводит грусть, жёлтые дожди. Жди, когда снега идёт, жди, когда жара. Жди, когда других не ждёт, позову их вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придёт. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждёт. Жди меня, и я вернусь, не ожалей добра. Всем, кто знает, наведусь, позабыть пора. Пусть поверят отец вновь то, что нет века. Пусть друзья устанут, что вся тут у вас дня. Мы пьют горькое вино на память души. Жди, с небеса, кто выберет и не спешит. Жди меня, и я вернусь, всем смертят нам, всем смертят нам. Жди, когда снега идёт, то есть женщина обладает силой спасения. Она может спасти близкого человека. У неё есть такая сила, женщина. И эта сила исходит от радости Бога, Богу. Поэтому люди должны радоваться Богу. Когда человек радуется Богу, то он орошает своей чистотой и силой всё вокруг. Человек должен сохранять доброту ко всему в этом мире. Но некоторые вещи он должен знать, когда надо быть строгим. То есть доброта и строгость – это как две медали, наполовину медали одного качества, которое называется любовь. Любовь. Любовь не означает, что всё время гладить по шерсти. Любовь означает также строгость, но строгость находится в глубине любви. Вот, допустим, почему сейчас вот эта вот ювенильная юстиция? То есть люди не понимают, что в глубине любви находят строгость. Им кажется, что детям не должно быть никакой строгости. Но строгость – это что? Это тоже любовь, только она сильнее. Вот, допустим, если взять, допустим, отношения мужчины и женщины, как и не должны быть. Внутри надо друг другу быть очень строгими, а снаружи очень мягкими. А мы снаружи очень строгие друг другу, а внутри очень мягкие. То есть мы позволяем что угодно друг другу и так далее. Спасибо.